Всем привет, с вами Денис Кожер. Сейчас займемся скульптингом, это продолжение вольного перевода по основам блендера. Если ты хочешь больше таких интересных видео, поставь на паузу, напиши комментарий, поставь лайк или дизлайк, так как это помогает мне записывать больше интересных видео для тебя. Возвращаясь к нашему пончику, для того, чтобы у нас была возможность заняться скульптингом, нам нужно увеличить геометрию, в чем я говорю. Если мы перейдем в Edit Mode, то у нас сейчас слишком маленькая сетка для того, чтобы что-то здесь скульптурировать. Нам просто банально не хватит вот этой геометрии для того, чтобы что-то выдавить и красиво это сделать. Для того, чтобы это исправить, нам нужно применить вот этот модификатор, чтобы увеличить плотность сетки. Но перед тем, как мы это сделаем, на всякий случай нужно скопировать имеющуюся геометрию, чтобы в случае, если нам не понравится то, что мы сделаем, мы могли вернуться к исходнику и потом от этого места продолжить. Для того, чтобы это сделать, выделим пончик вместе с глазурью. Дальше нажмем Shift-D, который отвечает за то, чтобы сделать дубликат геометрии. Здесь я нажму правой клавишей мыши, чтобы отменить перемещение. Вот у нас появился пончик 1 и глазурь 01. И мы их переместим в новую коллекцию. Для этого нажимаю клавишу M на клавиатуре. У меня под мышкой появляется вот это окошко. Переместить в коллекцию. И мы нажимаем новая коллекция. Здесь можем написать архив, например. И нажимаем OK. Дальше просто скроем ее из видимости, чтобы она нам не мешала. Теперь, возвращаясь, например, к пончику, переходим в модификатор Subdivision Surface. И здесь нам нужно нажать кнопку Apply. Она применит вот это изменение геометрии. И в данном случае он применяет то количество итераций, которое стоит в параметре Viewport. Я поменяю его на 2 и нажму Apply. Теперь, если мы перейдем в Edit Mode, вы увидите, насколько плотнее стала сетка. Дальше мы можем перейти в режим скульптинга. Просто нажимаем вот здесь. Колесиком мыши приближаемся к данному объекту. И если вдруг по какой-то причине у вас вот эти настройки не показываются по умолчанию, вы можете нажать правой клавишей мыши вот здесь где-нибудь в окне настроек. И поставить галочку Show Tool Settings. Теперь у нас опять применился клиппинг, который съедает этот пончик. И для того, чтобы это исправить, нажимаем клавишу N. Здесь переходим на вкладку View. И клиппинг уменьшаем в левую сторону, чтобы он стал значительно меньше, и мы могли работать с этим объектом. Сейчас у нас по умолчанию стоит вот эта стандартная кисть рисования, которая будет либо выдавливать геометрию, если мы будем просто нажимать клавиши мыши, либо если мы зажмем Ctrl, она будет вдавливать геометрию вовнутрь. Но сейчас похоже, что не совсем достаточное количество геометрии еще. Давайте поэтому применим еще один модификатор Subdivision Surface. Я ставлю на единице и нажму Apply. Так, теперь, как вы можете видеть, сетка стала еще плотнее, и на скульптинге у нас будут изменения чуть более плавные. Дальше у нас есть несколько гречих клавиш. F отвечает за размер, и если мы просто передвигаем мышку вправо-влево, мы меняем размер этой кисти. Я ставлю приблизительно вот такой. И нажму левую клавишу мыши, чтобы подтвердить. Затем у нас есть греча клавиша Shift-F, которая меняет силу надавливания. Здесь мы также можем поменять приблизительно вот так. И тоже левый клик подтвердит вот эту силу нажатия. Если у вас есть планшет, то процесс скульптинга будет значительно приятней для вас, но так как у большинства людей его может не быть, я буду делать все мышкой. Сейчас чуть уменьшу размер, нажму Shift-F, чтобы сделать приблизительно вот такую силу выдавливания. И дальше наша задача сделать следующее. У пончиков внутри в центральной части есть вот такой вмятие. За счет того, что когда они готовятся, масло попадает с этой стороны, с этой стороны. А в центре оно как бы попадает меньше, поэтому у нас здесь есть какое-то продавливание. Давайте его повторим. Для этого с зажатым Ctrl-ом так вот буду проводить, чтобы сделать это выдавливание вовнутрь. И здесь я чуть-чуть уменьшу радиус. Для этого нажимаю клавишу F. Вот так изменю его. И попробую с Ctrl-ом вот так вот пройтись по всей окружности. Если вдруг что-то будет не так, мы всегда можем нажать Ctrl-Z. И здесь такой интересный момент. По умолчанию включается параметр симметрии. И он удобен, если мы делаем что-то, например, типа лица. Но в данном случае нам симметрия не нужна, чтобы кисть не копировала саму же себя с другой стороны по оси X. Поэтому я отключу этот параметр и дальше по новой с Ctrl-ом вот так вот пройдусь по этому участку. Как вы видите, поскольку у нас выбран и активен только один объект вот этого вот пончика, глазурь не затрагивается. И у нас появляется возможность вот так вот ее видоизменить. И здесь сразу стоит отметить, что вот так вот пройтись одной кисточкой, наверное, будет не очень. Мы можем изменить размер этой кисти и сделать ее чуть меньше. При этом, может быть, изменить силу выдавливания. Например, вот такой. И тоже с Ctrl-ом слегка вот так вот пройтись. Где-то, может быть, и еще раз для того, чтобы сделать неравномерными вот эти вот изменения. Продолжаем вот так. Пока не получим тот самый нужный вид, который мы видим на референсе. Если в какой-то момент мы перестарались и сделали выдавливание слишком сильным, то мы можем взять инструмент Smooth. Он находится где-то здесь. После чего изменить силу, сделать ее чуть послабее. Я изменю радиус где-то вот так. И дальше могу вот так вот сгладить вот эти некоторые изменения, чтобы сделать их менее активными, менее заметными, если где-то мы перестарались. Так, например, еще вот чуть-чуть здесь. Чтобы это выглядело посимпатичнее. Хорошо. После того, как вы получили достаточное количество вдавливания, либо вам нравится та геометрия, которая получилась, можем также изнутри слегка ее поменять. Так, я сделаю радиус поменьше с Ctrl-ом. Где-то могу выдавить, где-то чуть давить. Так, например, добавить какую-то детализацию, просто чтобы она там была. Так как хотя бы что-то лучше, чем ничего, что поможет нам сделать его более правдоподобным и более реалистичным. И дальше со Smooth я еще немного пройдусь, чтобы чуть-чуть сгладить некоторые выдавливания, чтобы они не выглядели настолько сильными. Так, что-то вроде вот этого. Я думаю, подойдет. Теперь мы делаем все то же самое для глазури. И для этого я вернусь на параметр Layout. Здесь то же самое. Выделяем вот эту глазурь. Далее в параметре Subdivision Surface увеличим количество итераций в параметре Viewport до 3. Но перед этим применим модификатор Solidify и затем применим вот этот модификатор, чтобы все изменения у нас сохранились. После того, как нажали Apply, возвращаемся в вкладку Скульптинга. И если у вас происходит вот такая же непонятная ситуация, как у меня, скорее всего из-за того, что на этапе моделирования мы прятали часть геометрии и не вернули ее назад. Поэтому, перейдя в режим редактирования, я нажму Alt-H, чтобы вернуть всю вот эту геометрию. Далее сниму выделение, применю модификатор Solidify. Затем поменяю параметры Viewport увеличение итерации до 3. Нажму Apply, после чего переходим в Скульптинг. И теперь все нормально. Видите, из-за того, что тогда не было спрятано, точнее, была спрятана геометрия и ее не вернули, произошел вот такой какой-то баг. Так, теперь здесь мы можем использовать еще одну кисть, она называется Inflate. Она как бы выдавливает вот так вот геометрию, делая ее в виде пузыря или какого-то такого вздутия, что как раз выглядит похожим образом, как собирается капля у жидкости в самом низу. И здесь мы можем изменить размер кисти, например, сделать ее вот такой. И потом вот такими движениями мышки увеличить, собрать вот эту каплю внизу. Я сделал, наверное, чуть побольше. И управляя вот так вот размером, мы можем делать вот это стекание каплей чуть более органичным и выглядящим более естественным. Так, здесь я уменьшу размер и пройдусь немного вот так по краям. В общем, здесь вы делаете на свой вкус так, чтобы это выглядело более-менее реалистично. Всегда можете подсматривать на референс, смотреть, как это выглядит там. Как вы можете видеть, они могут быть весьма неравномерными, с разной степенью подтеков и вот этих капель. Поэтому наша задача тоже повторить где-то этот эффект. И у каждого будет свой уникальный пончик, поэтому тут один в один не стоит повторять. Просто пытаемся сделать что-то похожее, добавляя какие-то вариации и больше жизни к этой геометрии, чтобы она выглядела еще вкуснее и правдоподобнее. Вот этот момент, то, что он как бы отлип от основания пончика, ничего страшного. Мы потом в редактировании геометрии, ну вот как обычно мы моделировали, там это подправим, придвинем все куда надо. Итак, я прохожусь по краям, где-то изменяю, делаю эти капли чуть более похожими на то, что мне будет нравиться. Вот так. И затем можно еще использовать кисть Smooth, которая отвечает за сглаживанием. И с ее помощью сгладить, если где-то перестарались, добавили чего-то лишнего. Так, ну вроде бы я уже прошелся по всем подтекам. Теперь возьму кисть Smooth и с небольшой силой сделаю чуть побольше. Вот так вот могу сгладить какие-то моменты, сделать их более аккуратно, приятно выглядящими. Как-то вот так. Здесь все идет чисто на ваш вкус, как вам самим больше нравится. За вас этот никто не сделает, поэтому как чувствуете, делайте. После того, как данный этап считается более-менее завершенным, давайте сделаем похожие какие-то подтеки здесь внутри. Для этого я возьму вначале кисть рисования, которой можно сделать какие-то вот такие выдавливания. Потом у нас есть возможность взять кисть Grab, которая как бы как тот инструмент перемещения действует. И здесь я нажму Shift F, чтобы уменьшить силу. Где-то вот так, чтобы эти передвижения не были слишком сильными. Наша задача просто сделать вот эти края неравномерными, чтобы они не были с идеальной четкой чистой границей. Чтобы это выглядело более естественно и натурально. Хорошо, теперь когда вот что-то похожее на это сделали, опять берем Inflate. И буквально чуть-чуть с небольшой силой можно и здесь пройтись, какие-то добавив подтеки. После чего, используя кисть Smooth, все вот это можно сгладить и привести к более приятному виду, аккуратному. Вот как-то так. Но это тоже у нас учебный момент, процесс, поэтому не стоит тратить слишком уж много времени, конечно, если вы не фанатеете от пончиков и не хотите сделать его суперидеальным. Во всем, короче, должно быть чувство адекватности. Итак, теперь дальше я возьму кисть Draw и добавлю некоторых выдавливаний, несовершенств и неровностей поверх вот этой глазури. Для этого я увеличу радиус, наверное, сделаю его где-то вот таким и с небольшой силой выдавливания где-то вот так начну делать вот какие-то такие движения, которые будут изменять толщину и тем самым как бы не делать ее идеально ровной везде по 0,25 мм, как мы это делали в модификаторе. Здесь я попробую уменьшить размер и вот какими-то такими действиями, может быть, с чуть большей силой буду пытаться добавить каких-то неровностей, еще дополнительных несовершенств. Где-то можно зажать Ctrl и наоборот в обратную сторону начинать добавлять вот эти вмятины или выдавливания. В общем, это тоже делается на ваш вкус. После чего можно опять применить кисть Smooth для того, чтобы где-то подубавить наши старания, чтобы они не выглядели слишком странно. Вот как-то так возьму кисть Smooth, сделаю ее побольше и пройдусь в некоторых местах, чтобы вот это все чуть более сглажено и аккуратно выглядело. Это обычный процесс, когда работаете со скульптингом, вначале делаете какие-то более характерные детали, потом, если чуть-чуть их сгладить, они приобретают более естественный и аккуратный вид. Итак, наверное, меня этот результат устраивает. Можем вернуться в режим Layout. Здесь я нажимаю Tab, чтобы перейти в режим Edit Mode. И дальше будем передвигать, перемещать вот эти капли, чтобы они сидели прямо на самом пончике. И как вы видите, с таким большим количеством точек гораздо сложнее будет управиться. Благо нам нужно делать совсем несложные манипуляции. Поэтому всегда, когда моделируете, вначале начинайте с низкополигональной сетки, с более меньшим числом геометрии, потому что с ним гораздо легче управиться. Здесь со включенным инструментом Proportional Editing поменяем тип на Smooth, чтобы происходило гладкое изменение. Я нажимаю букву G для того, чтобы активировать инструмент перемещения. Здесь могу колесиком уменьшить радиус влияния этого инструмента. Дальше как-то вот так вот придвигаю, могу при этом нажимать клавишу R, чтобы вращать и как-то сделать это более органично лежащим. Наверное, в этом случае он чуть-чуть должен ложиться сюда, поэтому я могу взять вот эту точку, придвинуть ее поближе. Нижнюю точку наоборот, чуть-чуть отодвинуть. И это все такой более тонкий момент, наверное. Здесь стоит включить режим X-Ray, чтобы была возможность взять вот это аккуратно. И здесь со включенной галочкой Project Individual Elements он как-то начинает странно себя вести, начиная проецировать вот это большое количество точек не туда, куда бы я хотел. Поэтому я его выключу, чтобы все это происходило более аккуратно. Итак, как-то вот так вот начинаем придвигать вот эти капли, чтобы они сидели в точности там, где нам это надо. И выглядели одним, единым, целым, спончиком. Как-то так. И то же самое вы проходитесь, делаете по всей геометрии. Постепенно, аккуратно притягивая ее вовнутрь, чтобы это выглядело единым целым. И смотрите аккуратно по сторонам, чтобы не происходило вот такого сильно неестественного смещения. Чтобы это все как-то органично выглядело. Так. Я дальше самостоятельно еще пройдусь по всем сторонам. Вот так аккуратно придвигаем все эти точки в нужное положение. И если в какой-то момент вы перестарались, либо сделали что-то не то, вы всегда можете либо нажать Ctrl-Z, либо вернуться на скульптинг и чуть-чуть помять это более приятным для глаза образом. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно задавайте их. Не забудьте написать комментарий, поставить лайк, так как это все помогает мне записывать больше видео для вас. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. А в следующей части мы уже займемся освещением и рендером. До встречи в следующих видео. Пока.